Всем привет! С вами Майкл Чендлер. Сегодня мы пройдемся по ростеру легкого дивизиона UFC. Номер 10. Кевин Ли. Когда я задумываюсь о Кевине Ли, на ум приходят слова. Атлет, тяжелые удары, хорошие победы нокаутами, сабмишинами. Но кое-что с ним не так. Он был на подъеме, потом опускался, проигрывал бойцам, которым не должен был проигрывать. Но у него есть крутые выступления. Даже когда он еще не умел так хорошо бороться, как сейчас, его было тяжело повалить в партер. Он превосходил бойцов мощи и не давал себя переводить. Он хорошо комбинирует, в этом его сильная черта. Я думаю, он достойный конкурент. Девятый номер. Алла Якинта. А Якинта. Кто-то называет его Элл Яквинта. В любом случае, он агент недвижимости из Нью-Йорка. Элл и я находимся под патронажем одного менеджера, так что я помогал ему готовиться к боям, а он помогал мне. Я думаю, у него лучший джеб в дивизионе, и я делаю такой вывод, исходя из личного опыта. Также при просмотре боев я видел, как он использует джеб, чтобы потом выбросить сразу двойку. Он контролирует дистанцию джебом. Я испытывал это в спаррингах с ним. В общем, он парень, которого нужно отправлять в глухой нокаут, чтобы остановить. С ним нужно оставаться сфокусированным, придерживаться основ, переводить его быстро на канвас и держать ногу на педали газа на пути к победе. Номер восемь. Диего Феррейра. Диего Феррейра – это не тот боец, за которым я очень пристально наблюдал, честно говоря. Он не из тех бойцов, у которых большая нокаутирующая мощь или который может тебя поймать на сабмишен. Он просто идет вперед, прет на тебя, хватает и делает грязный бой. Он всегда заставляет бойцов думать, будет ли он проводить тейкдаун. Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу – в этом его плюс. Думаю, я отлично подхожу для боя с ним. Я бы смог останавливать его тейкдауны благодаря своей борьбе. Смог бы прессинговать его благодаря базовым ударным навыкам. И прессинговал бы его жестко, заставил бы его пятиться, работать вторым номером и финишировал бы его во втором раунде. Седьмой номер – Пол Фелдер. Ирландский дракон, настоящий ветеран спорта, по-настоящему уважаемый и почетный боец в нашем виде спорта. Этот парень топит за спорт, как мы уже поняли из его комментаторской работы. Он многое знает о смешанных единоборствах. Высокий уровень бойцовского IQ. У Пола Фелдера отличный уровень муайта и гикбоксинга. Когда ты рослый ударник и много времени тратишь на отработку ударных навыков, уровень борьбы падает. У него, я бы сказал, есть преимущество в ударке. Но, думаю, моя борьба лучше его ударных навыков. И я полагаю, что отлично подхожу под стиль такого бойца, как Пол Фелдер. Потому что уровня моих навыков в стойке будет достаточно, чтобы остановить его атаки. Его тяжело финишировать. Очевидно, я бы все равно искал возможности для финиширования. Но думаю, что наш бой закончился бы односторонним единогласным решением. Номер 6. Чарльз Оливейро. Чарльз Оливейро на серии из 7 побед. Он является некой опорой для UFC. Самой большой опасностью в поединке с Оливейрой будет первый раунд. Когда ты еще не вспотел, когда он может взять тебя на гильотину. Если он забирает спину, выбраться будет очень трудно. Ты повернешься, и он очень быстро превратится в твой личный рюкзак на 5 минут. Так что ему нельзя отдавать спину. Как мы видели в его последнем поединке с Кевином Ли, его ударка становится лучше. А когда такому бойцу становится комфортно драться в стойке, это делает его очень опасным. Но слабая сторона все еще ударные навыки. Так же, как и кардио, и возможность сделать вес. Лично я всегда в первую очередь обращал внимание на дисциплину и характер человека. Если ты не можешь сделать вес несколько раз, то ты один из тех, кто сдастся в самом поединке однажды. Это бы я и сделал с ним. Затащил бы в глубокие воды и заставил проиграть самому себе. Номер 5. Дэн Хукер. Высокий боец, рослый парень, хорошие колени, длинные руки, локти, хорошо комбинирует. Он из тех, кого хочется поднять и повалить на канвас. В своем последнем поединке с Парье у него были неплохие моменты. Он прессинговал, выбрасывал комбинации, доставал Парье коленями. Остается под вопросом его мощь, потому что он не смог потрясти Парье. Мы видели, как это удалось сделать Коннору, как это удалось сделать Майклу Джонсону и нокаутировать Парье. Так что мощь Хукера под вопросом. И было бы действительно интересно посмотреть, как он отреагирует, оказавшись на спине. В первом раунде поднять его, бросить, нагрузить весом, заставить выдохнуться, погрузить его в борцовскую схватку, не давать просто лежать. По-настоящему испытать кардио этого парня. Тянуть его, висеть на нем во втором или третьем раунде, жестче прессинговать его в стойке и искать нокаут в поздних раундах. Он серьезный представитель Новой Зеландии, темная лошадка дивизиона и боец, которого тяжело одолеть. Четвертый номер. Конор Макгрегор. Когда ты готовишься к Конору Макгрегору, нужно думать о его левой руке, о разворотах, о технике. Но и также нужно думать о нем самом, о его играх разума, о ментальной войне. Он представляет своего рода загадку. Но то, что мы знаем, это что он великий ментальный стратег. Он здорово разговаривает, отлично проникает в голову соперника, и он самая большая звезда в спорте на данный момент. И, возможно, в истории всех видов единоборств. Находиться напротив Конора в клетке – это уникальный опыт, который невозможно заранее предугадать. Я знаю, что пришел в UFC в правильное время. Я готов к главному призу, главным ставкам, главному хайпу, главным моментам. Думаю, поединок с Конором – это нечто, что я визуализировал на протяжении последних 6-8 лет. Ему придется убить меня, чтобы вытащить из клетки. Мне практически поломали колено пополам. Меня практически полностью усыпляли в боях. Но я никогда не постучу. Пусть лучше моя нога треснет, или же я окажусь без сознания, чем сдамся на глазах миллионов людей. Все это идеально подходит для поединка с Конором МакГрегором. Когда наступает момент в поединке, когда ему нужно либо превозмочь себя, или же сдаться, он всегда выбирает второе. Он всегда стучит. Номер 3. Тони Фергюсон. Тони Фергюсон – самый дикий боец дивизиона. Буги-мен. Самый страшный боец дивизиона, как по мне. Он такой нестандартный, из всех бойцов к нему сложнее всего подготовиться. Представь, ты выходишь на реальную битву, на реальный бой с кем-то, на настоящее столкновение. Бойню. Ты бьешься за еду на столе для своей семьи, бьешься за наследство, бьешься за мировые рейтинги, за деньги на твоем банковском счете. А этот парень показывает, как будто берет песок и бросает его тебе в лицо. Это так ясно, так ошеломляюще. Фанаты любят смотреть его бои, потому что они не знают, что он будет делать в клетке. Он победитель, он выигрывает в боях, истощает соперников. Я всегда говорил, что Тони Фергюсон стал бы моим отличным представлением для фанатов UFC. Они бы поняли, кто такой Майкл Чендлер. Я могу справиться с его кардио, с его силой. Он из тех, кого валят в партер. Он хорош в переходах в партере, но я думаю, что я все равно лучше там. Так что полагаю, что я лучше его во всех аспектах смешанных единоборств, особенно учитывая, что он пропускает удары. Если я достану его, то думаю, что стану тем, кто станет первым бойцом, кто сможет отделить его сознание от тела и нокаутировать наглухо. Тони Фергюсон, я уважаю его физическую работу, уважаю его неопределенность и нестандартность в стиле, которые он демонстрирует в клетке. Номер два. Дастин Порье. Дастин Порье один из самых умелых бойцов в дивизионе. У него мощь в руках, мы видели, как он финишировал бойцов своими ударами. Хорошо держит удар. Он был способен пережить ряд войн, так что он способен проводить пять раундов, если нужно. Бой с Порье мне нравится, потому что он меня действительно пугает. Он хорош во всем. Дастин Порье один из самых разносторонних бойцов в дивизионе. Также Порье один из самых уважаемых бойцов, учитывая то, что он делает за пределами клетки. Его благотворительный фонд. Он всегда уважительен к соперникам. Даже когда он отказался от боя со мной, он сделал это в уважительной манере. Если спросить любого из этих парней из топ-10, они все уважают Дастина Порье. Так что определенно он этого достоин. Что касается его слабостей, он далеко не лучший борец. Сильный борец его в партер переведет. Я бы сразился в типичном чендлеровском стиле. Сжал бы капу, пошел вперед и достал бы его лицо. Он бы стал брать объемом ударов и нагружал бы меня. Я бы искал возможность достать его плотными ударами, чтобы причинить ущерб в начале. Как это сделал Майкл Джонсон, как это сделал Конор Макгрегор. Не видел, чтобы кто-то заставлял его работать в партере и бороться. Мы видели это в бою с Хабибом. Хабиб смог повалить его и удерживать. Порье тяжело финишировать. Если бы я не смог достать его тяжелым ударом и нокаутировать, то пошел бы за сабмишеном в третьем, четвертом или пятом раундах. Номер один. Джастин Гейджи. Держать сейчас фото Гейджи и называть его лучшим круто. Несколько лет назад это был неизвестный боец в неизвестной организации World Series of Fighting с рекордом 16 или 17-0. Всем было интересно, как он проявит себя в высшей лиге. Похожая ситуация со мной, как Майкл Чендрлер проявит себя после Беллатора. Джастин Гейджи – это боец, который предлагает соперникам так много, что они сдаются. Есть моменты, когда ты думаешь, что вот-вот его нокаутируешь, а он сейчас упадет. А затем, 30 секунд спустя, он проделывает это с тобой, и ты задаешься вопросом, а не нокаутирует ли тебя? Самая сильная сторона Джастина Гейджи – это его выносливость, его способность держать удар. То, как он наносит ущерб бойцам ногами, как перекрывается за блоком, а потом бьет лоу-кики, пока ты что-то придумываешь. Мы видели его в сражениях, где он терял контроль и был нокаутирован. Его нокаутировал Эдди и нокаутировал Парье. У него отличный подбородок, но я бы назвал это слабостью, потому что мы знаем, что когда он идет сражаться, очевидно, его достанут в подбородок. Я бы обрабатывал так же корпус, как это сделал Эдди. Впервые мы увидели Гейджи в партере, когда Хабиб его туда перевел, и это очень быстро лишило его выносливости. Хабиб сделал отличную работу, переработав Гейджи и удивив Гейджи. Гейджи был не готов к тому, что его переработает идеальный грэпплер. Каждый момент, когда Гейджи не находится в ожесточенной битве, либо находится на спине, либо защищается снизу, это момент, когда вы вытаскиваете его из стихии. Его стихия — это чувство куража, эндорфинов, порыва и возбуждения от поединка. Так что нужно забирать у него это, вытаскивать и лишать его этой возможности. Я бы нокаутировал его в четвертом или пятом раунде, а затем этот бой стал бы кандидатом на лучший поединок года. Собрал бы парочку бонусов и забрал бы пояс чемпиона UFC — Джастин Гейджи. Вот так сейчас выглядит десятка лучших бойцов легкого веса UFC. Я бы переставил их, исходя из того, с кем бы сразился сначала. Мои поединки мечты. Номер один был бы все равно Джастин Гейджи, так как Джастин Гейджи, во-первых, самый первый в рейтинге. Во-вторых, это зацепит внимание зрителей. Поскольку для меня, как я уже говорил, недостаточно просто надеть перчатки и сделать вес. Я подписывал контракт не для того, чтобы просто сделать вес. Я хочу продемонстрировать и доказать зрителям, кем на самом деле является Майкл Чендлер. Одну перестановку я бы все же сделал. Просто из-за бизнеса. Конора нужно поставить вторым. Это самый громкий бой в дивизионе. Самый большой бой в UFC. Также, я думаю, стилистически он тот боец, с которым я хочу провести бой уже много лет. Это типичный бой ударника с борцом. Сделав такую перестановку, я думаю, что оставлю все остальное как есть. Дастин Порье мой фаворит под номером три, исходя из стилистических соображений. Так же, как и номер один. Я бы оставил Фергюсона четвертым, а пятым был бы Дэн Хукер, против которого я идеально подхожу. Это топ-10 моих предпочтений, с кем бы я хотел сразиться. Первый номер – Джастин Гейджа. С ним получился бы поединок года. Мы бы взяли бонусы, а я еще и нокаут бы записал себе в рекорд. А теперь тяжелый вопрос. Учитывая все, что ты сказал, куда бы ты определил себя среди этой десятки? Тяжелый вопрос, потому что я, честно, считаю, что могу побить любого из них. Я скажу так. По моему скромному мнению, в любой вечер я побью любого из этих парней. С набором навыков, которые в моем багаже, я могу побить любого из этих бойцов в любой вечер множеством вариантов. Когда Джастин Гейджи подписался, он дрался с пятым номером рейтинга Майклом Джонсоном. Если Джастину Гейджи нужен перерыв, а Коннор дерется с парье, из этих двух бойцов я бы выбрал Тони Фергюсона, прямо сейчас. Я думаю, что сейчас я не могу взять титульный бой, но я достаточно хорош, чтобы драться с кем-то из топ-5. Я думаю, UFC это уже доказало. По крайней мере, доказало, что они тоже считают, что я заслуживаю быть в топ-5, прямо сейчас. Может, да, а может и нет. Все, что я хочу, это выйти в клетку и показать всем, чего я стою.